слава украине привет всем от полонского и еще одна бавовна друзья мои бавовны сегодня как из рога изобилия надо сказать что их много реально да сегодня вот посмотрите нефтебаза в кировской области сразу две нефтебазы в ростовской области вдобавок к тому что было раньше в башкирии нефтяной университет ну решил что непорядок когда горят нефтебазы а высшее учебное заведение нефтяное стоит себе целехонько и тоже сгорел чертовой матери это еще не все да кстати вот нефтяной университет здесь усматривали лично я усматриваю карму вот когда я очень хорошо помню это был 22 год по-моему в конце апреля я был у нас в рпине и там у нас тоже высшее учебное заведение податкова академия да это налоговая налоговая академия академии на долговой службы она полностью выгури выгорела в результате атаки российских фашистов вот вот сегодня вот этот горящий такой знаете нефтяной университет там стерлитомаке выглядит ну вот кармой такой заирпень так что вот так но бог с ним речь идет ребятки даже не об этом всем хотя и об этом тоже и так город рязань и там есть рязанская грэс это тепловая электростанция кстати 6 по мощности на россии а если брать в той части россии которая россия останется после того как китай заберет себе сибирь то это вторая по мощности электростанция в будущей россии в прекрасной россии будущего как они говорят так же что без сибири без китая без этого всего вот значит она получается 2 по мощности самая крупная тут просто костромская от нее зависит снабжение светом все рязанской области там очень интересный момент вчера произошел как говорят расисты хлопок он на видео есть в описании к данному ролику есть там минутное видео вот с комментариями восторженных аборигенов которые ловили рыбу и тут оно бабахнуло вот значит ну выглядит следующим образом что что-то прилетело или что-то взорвалось изнутри и она гухнула так то ли в самой станции то ли рядом с ней что были подняты огромные клубы дыма с территории станции и начался огонь чем это все закончилось пока что я вам сказать не могу потому что дальнейших видео у меня просто нет но то что то что пришлось увидеть то впечатляет но посмотрите сами там перейдите на телегу посмотрите ну бабах большой был и дыма было много вот то есть тут возможно абсолютно разные варианты возможно оба вновь с прилетом беспилотника возможно войда с участием партизан антифашистов антипутинцев до тех которых деды на самом деле воевали они вертухаями где-то там в гулаге служили вот так что вариантов здесь много постепенно будем выяснять нет ничего тайного что не стало бы явным я об этом рассказывал очень много раз поэтому по той же рязани то же самое выясним крупный агресс крайне важная для них вот и что там произошло и почему как только узнаем сразу же сдадим апдейт